Пришли мы к Господу. Мне было 10 лет. Пришли мы из-за проблемы, из-за того, что мой дядя, он был наркозависимым. И сначала пришел он в церковь, потом пришла вся наша семья. Ну, как в 10 лет, насколько можно по-настоящему встретиться с Богом, я не знаю. Может быть, можно. Но я ходила просто с родителями, ходила с мамой, бабушка моя ходила. В 14 лет у меня умер папа. И вот тогда я первый раз помолилась. То есть я понимала, что до этого все мои молитвы — это были не молитвы. В 14 лет вот я искренне обратилась к Богу и сказала, что мне нужно твое утешение. Вот прояви его сейчас, дай мне пережить это. И тогда я почувствовала Бога как отца. То есть я его узнала как отца. Потом я ходила в церковь, также продолжала. Я служила. В 16 лет я начала служить в прославлении. В 18 лет я познакомилась с своим будущим мужем. Это была такая сильная, сильная любовь. Решили пожениться. Забеременела я буквально через полтора месяца. То есть я узнала, что я беременна. Понятное дело, что мы как христиане, ну все это было в браке. Потом я родила Тимошку. У меня сейчас потрясающий сын, у нас 6 лет. Когда Тимошке было 4 месяца, я понимаю, что тогда, наверное, я встретилась с Богом. То есть я с ним познакомилась. Я служила ему. То есть с 16 лет, вот до 20 я ему служила. Я знала о Боге. Я знала, какой он. Я знала, что он добрый. Я знала, что он прощающий, любящий, да, заботливый. Но когда я осталась с ребенком с 4-месячным, когда я не работаю, когда я нон-стоп одна с ним. И у меня мама уехала в Петербург. Я жила в Сибири, в Прокопьевске. А мама уехала, когда моему сыну был месяц. То есть и вот я наедине сама с собой, нон-стопом в этой карусели. Вот тогда я познакомилась с Богом. Тогда я понимала, что если бы не он, я бы вообще это время не прошла. Я не знаю, как я его прожила, потому что я помню, что я ждала, когда будет 9 часов вечера. Тащилась свой синтезатор на кухню, закрывала дверь. И просто в этот момент я поклонялась Богу. Я молилась. Я давала ему все свои чувства, все свои непонимания, боль, которая у меня накапливалась. Просто я начинала общаться с ним. И я слышала его голос. И это не просто, как говорит человек. То есть он внутри меня утешал. Он мне давал мир, где его не должно быть. Давал мне утешение, где по-хорошему не утешишься. Но вот в этот момент я переживала именно Божие объятия. Ну, в церковь мы пришли вообще удивительным образом. То есть нашли свою церковь удивительным образом. Потому что когда я уезжала с Прокопьевска, все мои подружки говорили, ну тебе же надо как-то налаживать свою жизнь. Иди в церковь, где много молодежи, где будет весело, где какие-то будут социальные проекты. Но я понимала, что мне нужно найти церковь, которая будет мне по духу. Просто вот в которой мне будет хорошо. И я не представляла, может быть это будет молодая, например, церковь, где будет 20 человек только. Но я хотела, чтобы я там была полезной. Чтобы если там есть нужда в прославлении, я буду служить. Вот мне хотелось быть полезной просто. И понятно, что в таком большом городе, да, много больших церквей. И мы походили в одну церковь, в другую, в третью. Ну, хорошо, но были еще в поиске в таком. И вот так мы, наверное, месяца четыре находились здесь. Но вот та церковь, в которую я сейчас хожу, оказывается, она только открылась спустя четыре месяца после моего пробивания в Петербурге. Это было вообще удивительно. И вот буквально первое служение этой церкви, и мы узнали, что образовалась церковь, вот миссия Свят Христа, где пастор у нас Голик Вольга Дмитриевна. И мы пришли туда первый раз. Кстати, это было чудо, как я встала там в служении, сейчас я расскажу. Мы пришли туда первый раз, было очень классно. То есть у нас, правда, у нас очень мудрый пастор. Это было такое слово сытное, в котором ты не просто выходишь с одним откровением, а там куча. Ты не знаешь, за что хватиться, потому что там так много мудрости. И вот я помню, мы вышли со служения, сели в машину. Я говорю, я даже ехать сейчас не могу. Настолько это было много, настолько там я чувствовала очень сильно Бога. Хотя у нас, в принципе, в основном взрослый такой контингент. Я не скажу, что много молодежи, но сейчас у нас уже церковь растет, у нас на самом деле набирается молодежь. Но вот в тот момент, когда только пастор отсоединилась с другой церкви, вот был взрослый контингент. И затем мы решили поехать второй раз, не приняв для себя решение, что мы будем ходить в эту церковь. Ну как-то вот в воскресенье утро, а поехали в ту? Ну поехали. И вот так мы, наверное, ездили месяца два в эту церковь, и потом уже поняли. Я говорю, мама, так мы уже два месяца уходим в церковь, Колька Дмитриевна, давай здесь и останемся. Ну и как-то вот мы приняли решение, что да, мы потом познакомились с пастором, сказали, что вот мы здесь. А как я встала в прославление, это было вообще удивительным образом. Уехав с Прокопьевска, я помолилась Богу такой молитвой. Я обычно так не делаю, но вот здесь я сделала так. Я помолилась и сказала, что когда я приеду в Санкт-Петербург, я никому не хочу говорить, что я пою. Я никому не хочу говорить, что я из прославления. Но там, где ты хочешь меня видеть, поставь сам чудесным образом. Ну кажется, вообще нереально, да? Ну как меня поставят в прославление, не зная, что я в служении? И вот буквально проходит там, ну месяца два-три, может быть, как я в этой церкви нахожусь. И мы делали такой с мамой марафон по полчаса, кто будет с Тимошкой в коридоре. То есть кто-то полчаса сидит в зале, слушает проповедь, а кто-то вот в коридоре с ним играет. И мы прям по будильнику выходили. И вот мой будильник, я должна маму сменить. Я выхожу и смотрю, сидит девушка, а у нее трое детей примерно Тимошкиного возраста. Ну то есть средний, вот как Тимошка, младший и чуть постарше. И она достает, у нее такая большая сумка, и она достает там контейнер, нарезанная морковка, контейнер, какие-то сухарики, олега, какой-то космический песок. В общем, куча всего. И она так лихо завлекает детей просто. И мой Тимоша туда же. И он там раз-раз пошел. И я понимаю, что я не просто уже за ним хожу, не знаю, как его увлечь с этим совсем. Надоела ему игрушка, он положил. А вот насколько там мудрая была мамочка. И мы с ней познакомились и просто начали общаться. Я вообще не знала, кто это. И она мне говорит, ну что я раньше вот вас не видела, с какого города приехали, где вы служили. И я как бы мимоходом говорю, что вот я приехала с Прокопьевска, служила я там в прославлении, ну и как-то вот пообщались. И в конце она взяла мой номер телефона, ну она примерно моего возраста, чтобы как бы мне, я дочка пастора. Я говорю, а классно. Она говорит, ну вы же не против, если я ваш номер передам лидеру прославления? Я говорю, ну передайте. А сама я понимаю, что в такой церкви, ну в этом городе так много музыкантов. И здесь есть крутые музыканты. И наверняка, ну в прославлении музыканты с образованием, да, которые вот уже... А я только приехала, у меня музыкального образования, ну оно не законченное. И я думаю, ну, наверное, как бы так. И вот на следующий день мне звонит лидер прославления, ведущий, буду так точнее сказать, ведущий прославления, и пригласил меня на репетицию. А я забыла о том, о чем я молилась с Прокопьевски. И он меня пригласил, у нас была репетиция, и в сене, когда я стою во время прославления, то я внутри себя, вот когда я говорила, что я слышу голос Божий, это не как будто человек со мной говорит, это внутри какие-то такие тихие, спокойные мысли. И я понимаю, что это со мной разговаривает Бог. И я стою во время прославления, пою ему песни, и я слышу вот этот тихий голос, который говорил, ну я исполнил твое желание. И я понимаю, что я не ударила палец о палец, чтобы стоять сейчас здесь, ну в прославлении, что это просто он взял меня и толкнул. И я понимаю, что для Бога, для него вообще все возможно. И ему не безразлично даже вот самые маленькие наши какие-то желания или пустяки. Ну вот, у меня тут недавно была история, это вообще не в тему, ну просто к тому, что я скачала себе приложение с одеждой, и листала, нашла такое платье классное. Ну, девочка, нашла себе классное платье, и такая, думаю, ну не знаю, я в эти приложения не верю, но наверняка там придет какой-нибудь, знаете, как бывает, там заказываешь, типа ожидание реальность, думаю, какая-нибудь ерунда придет. И поехала к своей подружке помочь, она меня просто пригласила. И я уже перед выходом ухожу, она мне пакет дает и говорит, слушай, Оль, я тут заказала, что-то мне не подошло, я достаю, и это то самое платье, то самое, которое на мне идеально. Ну и так к вопросу, что Богу не все равно, вот Он даже мелочи твои, но выполняет. Поэтому я понимаю, что вроде мелочь, но Бог меня взял и поставил вот в это служение сам чудесным образом и доказал мне то, что ему не все равно. Мой Адонай сомн, адонай, мой Адонай, мой Адонай сомн, адонай. Я не могла связать себя с экономикой вообще никак. Я понимаю, что мне всегда нравилась музыка, и музыкальное образование я бросила, потому что я не видела перспектив. Я и представить себе не могла, чтобы жить в Санкт-Петербурге. То есть в Сибири, живя с мамой, которая обеспечивала меня, моего брата, я понимала, что это нереально. Питер, если когда-нибудь приехать просто как туристом, и то на это заработать, а тут вот просто получается так. И я поняла, что мне нужно двигаться в музыке. И я начала ходить на вокальные уроки брать у Екатерины Липовской, у которой я сейчас и являюсь педагогом уже. То есть она мне, правда, она мне много дала. Я даже, наверное, об этом не мечтала, честно говоря, потому что у меня не закончено музыкальное образование. Но то, что имеет она, она в меня вложила и расправила мне крылья. Поэтому я сейчас занимаюсь, преподаю вокал у Кати. И сын мой сейчас, ну вот мы только-только пойдем, будет заниматься танцами, потому что в нем это очень явно. То есть как только включается музыка, он начинает танцевать. Поэтому вообще у него мечта. Он берет мой телефон и говорит, я блогер. И он начинает тебя снимать. Мы там готовили пиццу. И он снимает, что, дорогие мои друзья, подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Поэтому я понимаю, что вот ему надо быть на виду. Он вот любит внимание к себе. И я думаю, что мы начнем с танцев. Потому что мы занимались робототехникой, мы ходили на плавание. Это все классно, но я ждала, когда будет проявляться из него что-то. Я даже хотела сама его записать на гитару. Ходила вот все лето в музыкальную школу. Но я понимаю, что это мое желание. А то, что вот в нем ярко кричит то, что он танцует и то, что он хочет быть на виду, что он болтливый, ну вот в свою, ну очень активный. Вот поэтому я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении, чтобы это развивать. Ну, а я пока только преподаю вокал и пою прославление. Я верю, что Бог никогда не опаздывает. Я верю, что Бог, Он знает тайну нашего сердца. И что все желания Он сам вкладывает туда. И имеет в виду их исполнять. Для того, чтобы самому и прославиться. В моей жизни было так. Поэтому я благословляю вас, чтобы вы доверяли Ему. Чтобы вы доверяли каждый свой шаг, каждый свой день. Потому что Богу не все равно. Бог знает наши нужды. Бог видит нас. И Бог любит исполнять наши желания даже самые маленькие. Он любит исполнять наши, не то что прихоти, но желания нашего сердца. Для Него нет незначительных. Для Него нет маленьких. Для Него нет неважных. Бог, Он наш Отец. И Он любит нас, как настоящий Папа. Поэтому благословляю вас. С миром Божьим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!